Всем привет! С вами Ксеша. Сегодня мы будем делать обзор палетки Тами Танука. Она у меня на глазах. Угадайте, что это за палетка? Раз, два, три. Угадали? Это Берри Калиандров. У меня такое ощущение, что это немножко недолюбленная палетка. Сейчас объясню почему. Берри Калиандров был выпущен незадолго до Заячьих Хороводов. И даже если посмотреть по социальным сетям бренда, они просто показали эту палитру и дальше уже пошли разбирать другие тени, следующую палитру. Особо макияжа не было с этой палеткой, потому что она, по сути дела, повторяет то, что они уже выпускали. Это палитра на пять оттенков. Мне очень нравится здесь гамма. Крайние оттенки, розовый и голубой, подойдут для такого яркого летнего макияжа. Центральные три и для вечернего сгодятся. Да, тут не так много выбора, но все равно можно сделать разные макияжи. Я сделала два макияжа с этой палитрой и у меня в голове еще несколько. Размер рефилов здесь 20 мм. Палетка стоила 2000 рублей. И сейчас залезу в телефон, расскажу, какие оттенки здесь уникальные, какие повторяются. Самый верхний 0,59 оттенок из палитры рыбка. 0,51 тушевочный матовый оттенок из палитры корабль. Вот они тоже тут рядом. Видно, что это идентичные цвета. Остальные оттенки были в коллекции пряные облака. Получается, их не было в палитрах. Это оттенок у нас 0,11, 0,13 и 0,14. Сейчас этой палитры нет в продаже, но бренд сказал, что по запросам ее могут рестокнуть. Давайте покажу на пальцах свотчи. Я делала отдельные свотчи для этой палитры. Так же, как вот эти два макияжа, этот и еще один. Я выложу обязательно отдельное видео именно со свотчами и с макияжами. Их не будет в этом видео. В этом видео мы только обозреваем. Обозреваем. Посмотрите, насколько здесь светоотражающие, сияющие оттенки. Насыщенность цвета нереальная. Я себе наносила полупрозрачный, еле дотрагиваясь просто кисточкой, чтобы не сделать его таким ярким. Я хотела более приглушенный макияж. Вот этот оттенок у меня на нижнем веке. И это очень красивый дуахром. Вот видно, по-моему, что он уходит в красный. Такой а-ля маковский блю браун, но только на стероидах. Потому что он очень насыщенный. И в целом этим оттенком можно сделать полноценный макияж, нанеся его на все века, растушевав. Очень-очень красиво будет выглядеть. Тушевочный матовый. И этим оттенком я сделала стрелку. Его можно набивать, делать плотным. Им можно растушевывать. Он не будет оставлять пятен. Он очень-очень хорошо растушевывается. Прям можно им увести тени в кожу. Ну, какой-то клюквенный оттенок, но по сравнению с клюквенным в корабле, он менее красный. Тут больше синего цвета. И розовый я переделала сводч, потому что большим пальцем было бы неудобно. Тоже супер насыщенный. Вот по насыщенности, по яркости оттенков. Розовый и голубой на одном уровне. И опять же, розовый я себе наносила на все века. Очень-очень тонким слоем, чтобы вот он был какой-то такой полупрозрачный. Что можно сделать? И вот я сейчас смотрю на него. Он дает такой персиковатый отлив. Здесь у меня на пальце клюквенный из корабля. И вот они вместе. Видно, что оттенок более насыщенный, поглубже такой. Сделаю еще сводчи оттенков, которые есть в других палетках. Просто посмотрим, одинаковые они или нет. Рыба. Ну да, они прям в один оттенок сливаются. Растушевочный. Ну, все то же самое. В один оттенок витя растушевала. Дальше идентичные оттенки. Ничего не изменилось от палетки к палетке. Здесь непривычная гамма, но она безумие красивая. Эта палетка может использоваться как акцентная. И самое главное, она как акцентная подходит на все времена года. На лето, осень, зиму, весну. Вообще без проблем. Потому что здесь есть вот эти вот два ярких оттенка. Здесь есть такие более темные оттенки. И опять же, ее можно использовать как для дневного, так и для вечернего макияжа. Это непривычные цвета. Да, вот эти два есть в других палитрах, окей. Но аналога вот этого розового у них нет. И я не находила в других брендах такой красивый розовый, который будет хорошо смотреться как неон и полупрозрачно. Я определенно влюбилась в эту палетку. Ну, это та метанука. Я влюбляюсь во все их палетки. Я их обожаю. Здесь такие же шикарные формулы, такие же красивые тени. Я буду ждать рестока, чтобы взять эту палетку, потому что это не моя. Я ее взяла на время. И я очень хочу в свою коллекцию такую палитру. А в отличие от всех остальных четверок, тут вот максимальное количество уникальных оттенков, которые не повторялись в других палитрах. На этом все. Не забывайте ставить лайки. Пишите в комментариях, на какие палитры вы хотите увидеть обзоры. Это не обязательно должны быть палетки от Tami Tanuka. Хотя у меня уже в планах и перед моими глазами две новые палетки. Перезапуск птахи и четверговое чаепитие, которое я сейчас активно тестирую. Большое спасибо за внимание и до скорой встречи!